Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Мэрилден, и сегодня мы начинаем проходить не что иное, как проект воспитания Синзи и Карри. Как вы уже догадались по названию, это игра по Евангелиону. Если кто не знает, недавно я пересмотрела данное аниме, и оно меня, можно даже сказать, что вдохновило. На удивление, игры по Евангелиону не очень популярны в руссообществе. Я загуглила данную игру в ютюбе и нашла по нему всего два видеопрохождения. Человек начал проходить игру, но на первой главе и закончил. А я пройду эту игру полностью. Предупреждаю сразу, мы будем играть на самую лучшую концовку, которой тут не так уж просто и добиться. Ну, давайте начнём. Антарктика. Двухтысячный год. ООН. Вторая подземная база. Тринадцатое сентября. Человечество никогда не забудет этот день. Начало игры мрачное. Оно начинается со второго удара, который произошёл в Антарктике и который погубил половину человечества. Я была в исследовательской группе, возглавляемой моим отцом. Внезапно раздался панический крик. Последовала яркая вспышка. И я потеряла сознание. Во сне мне казалось, что я в качающейся колыбели. Вдруг я увидела отца. Он грустно улыбнулся мне и сразу исчез. Я поняла, что нахожусь в спасательной капсуле. Это был так называемый второй удар. Официально было объявлено, что случилось столкновение с большим метеоритом, летевшим на околосветовой скорости. Но то, что я видела, было иным. Из-за этой пропасти между докладом и истиной от меня ускользнули слова, которые нужно было сказать. Только пять букв мерцало в моей голове. Зачем? В это время растаявшие льды подняли уровень мирового океана и породили цунами, унесшие сто миллионов жизней. Из-за смещения земной оси изменился климат. Земотрясения и стихийные бедствия не поддавались описанию. Началась война за остатки еды. Но я, побывавшая в самом центре взрыва, выжила. Но из исследовательской группы отца больше никто не уцелел. В тот раз отец взял меня с собой, потому что он что-то предчувствовал. В последнее время я все чаще так думаю. Для меня поехать с отцом, живущим отдельно, на Южный полюс, чтобы увидеть то, что еще никто не видел, было не только чистым любопытством. Я чувствовала слова матери, что если отец вернется, она не пустит его на порог. Были притворства. Я хотела узнать правду. Однако я потеряла отца навсегда. Так и не поговорив с ним, а на сердце остался неисчезающий шрам. Представьте себе, какой ужас испытала Мисата. Она побывала в центре апокалипсиса и выжила. Очнулась посреди океана. Одна, потерянная и сраная на сердце. Просто героическая женщина. Я ее уважаю всей душой. Все, что у меня осталось, это кулон. Я нашла выход из лабиринта. Зачем? Чтобы прекратить спрашивать об этом мертвого отца, теперь я сама ищу ответ на свой вопрос. Именем этой ужасной трагедии были ангелы. Тому, что выпустил мир мой отец, противостояла только одна сила. Нерв. Чтобы не забыть о смерти, чтобы защитить окружающих людей, осталась последняя надежда. Оружием воздействия нерва. Евангелион. Руководить Еву для уничтожения ангела. Моя сегодняшняя работа. И к тому же... 2015 год. Это мой смысл жизни. История 1. Нападение ангела. Это первая глава. И по сути, сюжет ее совпадает с первой серией аниме. В чем мы вскоре убедимся. Так что, если вы не смотрели Евангелион, вы вскоре войдете в суть дела. Цель все еще жива. Атака не дала никакого эффекта. Ведем в действие береговой танковый корпус. Авиачаи тоже получила приказ. Обнаружен выброс энергии от цели. Танковый корпус уничтожен. Цель продолжает движение. Авиачаи стеряют самолеты один за другим. Похоже, мы имеем дело с неким полем. Обычное оружие тут не справится. Да еще пришел такое время. Он поступает так, как ему удобней. Такой, тип ненавистен женщинам. Очень интересная аллюзия. Тут монстр, который грозит уничтожением всего человечества. Но почему-то надо упомянуть, что такой тип ненавистен женщинам. Кстати, такой напряженный момент. Куда это ты, командир операции, направляешься? Разве не знаешь? На свидание же. Ну, конечно. Это тот 14-летний мальчик, да? Оставь уже свои шуточки. Тебе срочно нужно его встретить. Ничего не поделаешь. Он знает только мое лицо. Ты хотела сказать. Он знает только твои сиськи. Господи, порой перевод в этой игре будет нас убивать. Потому что тут даже не просто сиськи написано. Тут сиськи! Это что вообще такое? Скажу большее. Позже по сюжету мы встретим персонажа японца, который будет говорить как украинец. И тут еще много таких локализованных прикольчиков. Ладно. У нас нет пилота, который мог бы справиться с Евой лучше. Если пойду навстречу в простом черном платье службы безопасности, пропадет всякий интерес. Сюрприз, сюрприз. Какой ужас. Встали в боевую позу. Снова в миленькую. И снова в обычную. Так. Вроде все готово. Первое впечатление самое важное. Ладно, я пошла. До встречи. Возвращайся скорее, Мисата. О, вот и наведение. Это не просто новелла. Это новелла с 3D вставками. Вот они полетели самолеты правительства или нервы. А уж не помню кого. Это где это находится? А вот и наш подопечный. Вот он и наша первая встреча. Он приехал в город во время боевых действий и ищет, кто бы мог его подвезти. Извини за опоздание, Синзи-кун. Скорее садись сюда. Кацураги-сан? Давай быстрее. Да. Погнали. А вот и вон, а вот и вон, красавчик. Идет. Кацураги-сан, что же это за монстр? Ммм, быстро ты успокоился. Это ангел. Ангел? Да, это имя врага человечества. Ладно, детали узнаешь потом. На ангел это существо не очень-то похоже. Пойдем быстро. Так что держись покрепче. О, топает он. Гигант. Что ж так медленно ты идешь? Ё-моё. И, конечно же, нам необходимо продемонстрировать эту анимацию. Без этого сюжет дальше не поедет. Давай, иди. Иди. Ну, слава богу. Ах, натерпелись мы страху. Страховка это не покроет. И платье все испачкало. Вот ведь гадство. Катсороги-сан. Мисата. А? Зови меня просто Мисата. Так, вот твой пропуск. Прочитай его позже. Секретное агентство Нерв. Это работа моего отца. Что я должен буду делать? Ты ничего не слышал? В письме было написано только... Возвращайся. Мы ведь не виделись уже три года. Ха. Такая прямота напоминает моего отца. Отец. Мисата-сан? Чем он занимается? Сейчас он, наверное, в раю. А... Извините. Я не хотел. Да все нормально. Все. Мы прибыли. Икари-синзикун. Добро пожаловать в Нерв. Вы неожиданно быстро, капитан Катсураги. А, Рицко. Спасибо, что встретила. Этот ребенок и есть третье дитя. Я ответственная за план Е. Профессор Акаги-рицко. Приятно познакомиться, Синзикун. Да, здравствуйте. Панги наударили Н2 бомбой. Конечно, повредился только его внешний слой. Новая атака. Вопрос времени. Поторопись, Мисата. Да, да. Я все понимаю и тороплюсь. Синзикун. Штаб Нерв – это точка для восстановления мира. И это место нашей работы. Нашей... Сюда, Синзикун. Тут темно, осторожней. А вот она, красавица наша, Евочка. Лицо. Робот. Гигантский человекоподобный боевой робот. Евангелион. Номер один. Мы – козырная карта человечества. Это тоже работа отца? Да. А вот и батька пришел! Господи! Батька! Как вы знаете по аниме, у Синзи и его батьки очень напряженные отношения. И когда второй раз аниме смотрела вместе с своей мамой, мы постоянно угорали над этими отношениями. У нас даже собственные мемчики по этому поводу появились. Как батя появлялся на сцене, мы сразу говорили «Ты позор семьи, Синзи!» Давно не виделись, Синзи? Синзи-кун, тебе предстоит сразиться с ангелом. Управляй этим роботом. Вот так вот. Приехали вы к бате спустя три года. Не видели с ним ни письмеца, ни звоночка от него. Тут он говорит «Полезай в сраного робота, Синзи!» Ну кто бы ни офигел! Синзи-кун, сядь и попробуй. Никто не просит от тебя сверх этого. Я должен управлять этим? Сразиться с монстром? Вы шутите, да? Этого не может быть! Согласно нашим данным, у тебя, Синзи-кун, самая большая в мире вероятность синхронизироваться с первой. Мисс Сата-сан? Почему? Почему я, отец? Другие люди не могут это сделать. Скорее приступай. Или уходи. Но вот уже повеяло типичной гендовской холодностью. Сначала ты бросил меня, а сейчас хочешь, чтобы я тебе помогал. Как я уже сказал, нет! Вот как. Ладно, тогда мы используем Рэй еще раз. Ха, коронная фраза. Командующий Кари, но ведь Рэй еще не может двигаться. У нас нет другого выбора. Начать перенастройку систем первой на Рэй. Быстрее! Рэй, мы не смогли использовать резерв. Давай еще раз. Вот и наша красноглазая девчуля появилась. Как вы видите, она вся побитая. Рука у нее сломана. И ее сейчас заставят лезть в сраного робота. Кажется, он нас нашел. Если она... Если она в таком состоянии будет управлять, она ведь умрет! Тебя это не касается. Это же... Это... Синдикон, ты должен сделать это. Зачем ты пришел сюда? И повидаться же еще раз с отцом. Ты ведь понимаешь? Раз уж забрался так далеко, нельзя убегать. Довольно. Оставьте его, капитан Кацураги. Черт! Ладно, я поеду. Ты доволен, отец? Синдикон. Готовьте запуск. Быстрее. Готовимся к запуску. Рицаку, позаботься о Синдиконе. Текущий статус? В настоящее время, Третий Ангел приближается к центру Неотокио 3. Следующая битва. Говоря прямо, Опыта у тебя нет. Любая тактика бесполезна. Просто попробуй, что получится. И сейчас, по сути, Рицака обращается не только к Мисата, но и к нам. У нас сейчас реально будет битва с Ангелом, и нам нужно применить тактику. Но Рицака говорит, что тактику применять тут не стоит. Это же первый бой. Ничего у тебя не получится. Вот так вот оптимистично. Охлаждение завершено. Клетка в позиции для стыковки. Терминаторный разъем отключен. Есть. Подключаем капсулу. Капсула зафиксирована. Начинаем подключение главного кабеля. Есть. Второй контакт подключен. В нервном кабеле А-10 нет проблем. Устанавливаем базовую логику мыслиформ на японский. Контакты начальной стадии проблем нет. Установлена двусторонная связь. Уровень синхронизации 41,3%. Неплохо. Живем. Все гармоники в норме. Самовозбуждения нет. Готовность к запуску. Первый захват отключен. Отключение подтверждено. Начинаем отключение пуповины. Второй захват отключен. Отключаем второй захват. Защитные устройства от первого под пятнадцатого отключены. Внутренний источник питания заряжен. Внешне силовый разъем. Проблем нет. Есть. Направите Еву-01 к лифту-7. Евангелие-01. Запуск. Хорошо, Синти-кун. Да. Последний блокиратор отключен. Евангелие-01. Запуск. Евангелие-01. Запуск. Синти-кун. Думай сейчас только о ходьбе. Иди. Повторением от течения. Попробуй. Я выдвинулась на позицию. Пожалуйста, отдайте приказ защитным системам. Итак, вот и поехало, вот и пошло. Вы думали, это просто игра? Симулятор свидания с девчонками из Евангелия-01? Но нет. Нам реально придется сражаться со сраными ангелами и полизать в сраный робот. Первая битва, она такая, для ознакомления. В ней победить нельзя. Как и по сюжету, Синти в конце битвы впадет в режим бесерка и сам укокошит ангела. А нам пока что можно дать задания боевым машинам. Но скажу сразу, они сейчас бесполезны. Можно хоть отдавать им приказ, хоть не отдавать. Огонь! Патронов не жалеть! Ангелу несло два! Два чертовых пункта повреждения! А у него сто! Сто процентов здоровья! И сейчас у него девяносто восемь! Вы только представьте, насколько это маленькое количество! Отдайте приказ Еви-01! Тут у нас разные приказы. Атака, защита, концентрация, ожидание. В первом бою ничего кроме атаки нам не нужно предпринимать. Об остальных функциях я расскажу чуть позже. Ну поехали, атакуем! Атакуй цель! Не подведи! Есть, Мисото-сан! Нельзя убегать! Нельзя убегать! Нельзя убегать! Давай, Ева! Вмажь этому придурку! Цель повреждена! Подтверждаю физическое повреждение цели! Ангелу нанесено семь пунктов повреждения! А вот сейчас будет ход Ангела! И вы только сравните его мощь! Ангел атакует! Хренась! И сразу, сразу сколько снесло здоровья! Ева-01 повреждена! Ева-01 получила от Ангела 37 пунктов повреждения! 37! 37! Вы представляете? Пожалуйста, отдайте приказ защитному системам! Ну и опять боевое задание! Огонь! Патронов не жалеть! Два пункта повреждения! Всего лишь два! У него 89 здоровья! Попади, попади, попади! Синзи мы опять отдали приказ атаковать Ангела! Он бьет по нему! Ангел получает 7 повреждения! А сейчас он по нам снова вдарит! Ангел атакует! Ну и сколько нам? На, Ева! 14 пунктов здоровья! У него неплохо вышло, говорит Синзи! Да я бы сказала, просто замечательно у него вышло! 49 пунктов повреждений, друзья! Это просто монстр! Ну все, следующая атака будет последней! Мы отдаем приказ опять этой пушке! Давай, стреляй! Стреляй! Уже бесполезно это! Мы не победим эту сволочь никак! Атакуй, Синзик! Хоть ты сейчас и получишь по щам! Опять ничтожные 7 пунктов повреждения, которые абсолютно бесполезны! И вот сейчас Ангел нам вдарит по самой неболой! На! Ноль! Еву кокошили! Ева-01 вышла из-под контроля! Принудительный выброс капсулы! Посылаем очередь команд! Бесполезно! Все команды отвергнуты! Нет приема! Это... Невероятно! Электропроводность, ЛСЛ, давление, концентрация, все вернулось в норму! Главная передающая система! Замыкание! Нервный канал тоже парализован! Ева-01 подчиняется приказам! Вышел из-под контроля! Синзик-ун! Ну все, мамка проснулась! Мамка идет крушить! Ангел-убийц! Ева! Синзик-ун в безопасности! Мониторы все еще не работают! Он проявил такую ужасную силу! Почему ты так спокойно это говоришь? Это ведь ты создала ее! К тому же, Синзик-ун! Налажена связь с первой! Синзик-ун! Синзик-ун! Ответь, Синзик-ун! Мониторы налажены! Подтверждаем выживание пилота! Высылаем спасательную бригаду! Главный приоритет спасения пилота! Я живой! Синзик-ун! Ты очнулся! Ты так долго был без сознания! Мы волновались! Синзик-ун! Тело не болит? Думаю, все нормально! Это уже хорошо! Хорошая погода сейчас! Может, прогуляемся? Кстати, а что с машиной? В ремонте! А-а-а! Вот как! После того случая, там начало что-то стучать! Ладно! Все равно я хотела сделать ей небольшой тюнинг! Но разве они не дают в таких случаях другую машину? Наверное! Наверное! Но в чужой машине я чувствую себя неуютно! Мне кажется, что я понимаю ваши чувства! Этот мотор не только мощный! Он еще и позволяет перейти на высокую передачу! Сохраняй момент! Если бы его не было... А! Тут налево! А-а-а! Да! Чтобы поставить подходящий к мотору подвеску, пришлось переставить руль вправо! Из-за этого мне пришлось немало поругаться с механиками! М-м-м... Мисата-сан! Только я поменяла покрышки! В некоторых местах слезла краска! Пришлось все переделывать с нуля! О-о-о-о! А-а! На этом перекрестке направо! Тут должен быть магазин! Он бесценен тем, что там продают спиртное! Ха-ха-ха-ха! Нормально такое говорить! Четырнадцатилетнюю подростку! Я не пью! А-а-а! Что это ты тут вдруг отживился? Я не имел это в виду! Ладно-ладно, понимаю! Синдико, ты впервые идешь по этой улице? Да! Ну, давай в этот раз просто прогуляемся! В следующий раз на этом повороте поверни налево! Неужели вы показываете мне дорогу? Ну, вроде того! Я сама только недавно узнала этот путь! Кстати, куда это мы направляемся? Разве это не очевидно? Идем домой! С сегодняшнего дня, Синдикун! Ты живешь со мной! Что? Почему это я буду жить у вас? Ну, и ты еще школьник! Тебе нужно жить с кем-нибудь! В таких обстоятельствах это будет лучший выход! Наконец-то командующий дал добро! Он сказал, рассчитываю на вас! Отец! Ну, раз ты это понял, проходи! Проходи! О, извините за вторжение! Неправильно ты говоришь! Это ведь теперь твой дом! О, я... Я дома? С возвращением! Тут немного не прибрано! Но чувствую себя как дома! Это... Немного? Тут только пустые банки и бутылки! Ах... В самом деле, развирать и этого не стоит жить! Ну, как всегда, Мисата прибухнула! Ну, что за женщина! Не женщина, а мечта! Да... Я сейчас немного передохну, а потом расскажу тебе, как тут что! Да... Я буду составлять к тебе расписание! Два задания на день! Утром и вечером! Есть задания, которые требуют весь день! Расписание устанавливается вечером в воскресенье! С понедельника до субботы шесть дней! План на воскресенье составляется в тот же день! О-о-о... Я также управляю твоими деньгами! Не волнуйся! Я не растрачу их попусту! Пока все понятно? Понятно, что ты на бухло мои деньги потратишь! Понятно! Так как ты пилот Евы, это накладывает на тебя некоторые обязанности! Если нападет Ангел, собираемся в штабе Нерв! В этом случае, по соображениям безопасности, мы не покидаем стены института! Вот как! Да, чтобы эффективно использовать Яву, в институте Нерв проводятся тесты и тренировки, поэтому важно от времени от времени их посещать! Поэтому, скорее всего, ты не сможешь посещать школу каждый день! Ясно! Ну, все работники института Нерв будут помогать тебе! Они классные специалисты! Так что не волнуйся! На этом вроде и все! А вот и главный жилец мясотиного дома! Что это? Точно! Там в холодильнике живет тепловодный пингвин, Пен-Пен, и еще один член семьи! Член семьи? Ну, все! Рассчитываю на тебя! Привет, Синзи-кун! Сегодня хороший денек, да? Доброе утро! Ух! Это был у нас пролог! И вот, наконец, и начинается настоящая игра! Вы только посмотрите на все эти статусы! Вы только гляньте! Вы только гляньте! Вот сюда! Вот здесь посмотрите! Вот здесь вот посмотрите, что за дичь тут происходит! Одни цифры, ячейки, различные параметры! И во всем этом нам нужно будет разбираться! Это уже, конечно, все будет в следующей серии! В дальнейшем будет поменьше диалогов! Будет в основном происходить геймплейная часть! И она занимает, по большей части, все время игры! Именно составление графиков, составление статусов, и так далее, и так далее! Это все, конечно, сложно! И в этом нужно разобраться! Скорее всего, вторая серия будет посвящена именно всем параметрам в этой игре! Я расскажу, как их надо получать, на что они влияют, и что с ними нужно делать! А пока что, на этом все! Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайки! Подписывайтесь на мой канал! Всем хорошего дня! Удачи! И до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok